Здравствуйте! У нас сегодня в гостях Иван Гришанов. Мы сегодня не можем разобраться, кто у кого в гостях на самом деле, потому что сегодня мы находимся в Академическом, Драматическом, Казахском театре нашей области. А Иван первый раз не только в Шемкенте, но и в Казахстане. Так что, ну, у нас такие сегодня обоюдные гости. Иван, вы уже отыграли один спектакль, как вам, шемкентский зритель? Что ожидали и что получили? Да, мы действительно только что отыграли один спектакль, и сейчас уже начался второй. Так что вы удачно меня поймали перед выходом на сцену. Знаете, в принципе, мы всегда, где бы мы ни играли, мы ожидаем от зрителя теплого приема. Но этот теплый прием мы, конечно, должны заслужить как актеры. Мы делаем все, чтобы это случилось. И вот сегодня, во время первого спектакля, мне показалось, что зал очень холодный и не реагирует ни на что. Мне так показалось, когда я зашел за кулису. А потом, ближе к середине первого акта, я понял, что все в порядке. Что просто зрители внимательно смотрели и следили за действием, даже напряженно. И поэтому такие были реакции несколько скупые. Но потом мы сами разогрелись, и зритель разогрелся к концу первого акта. Все уже было очень хорошо, смеялись, хлопали, реагировали. И было очень приятно. Что для вас важнее, театр или кино? То есть каждый актер все равно для себя ставит какие-то приоритеты. Мне, конечно, тяжело об этом говорить. Я не актриса ни того, ни того. Я все-таки журналист. У меня новости, у меня программы. А вам? Что важно? Что в приоритетах? Я сейчас вот скажу. Чтобы ответить точно на этот вопрос, я должен немножко рассказать о детстве. Потому что я всю жизнь хотел стать художником-мультипликатором. Я очень хорошо рисовал. Да. И когда после окончания школы я поступил в училище анимационной кинематографии, я там два года учился на художника. Но, к моему удивлению, там был предмет мастерства актера, который меня очень увлек. А вела его Тамара Петровна Семина, известная советская актриса, которая сыграла Катюшу Маслову в фильме «Воскресенье», еще в старом советском фильме. И я был у нее одним из таких лучших учеников просто потому, что мне этого очень хотелось. И понимаете, как странно? А ведь мультипликация – это изначально кино. Поэтому я всю жизнь любил кино. Потом я поступил в театральное училище имени Щепкина. Я четыре года занимался театром. Потом, после окончания института имени Щепкина, я стал работать в театре и параллельно сниматься в кино. То есть, понимаете, я сейчас прихожу к выводу, что и театр, и кино по моей жизни идут рука об руку. Я не могу сказать, что важнее. Все важно. И несмотря на то, что, казалось бы, это театр и кино как брат и сестра, но все равно это разные профессии. Потому что хорошие театральные актеры не всегда могут сниматься в кино. Не умеют. Действительно же есть театральные актеры, известные театральные актеры, которые никогда, нигде не мелькали в фильмах. Ну, практически нигде. А если играли, то только какие-то эпизодические роли. И, в общем-то... Это в основном происходит от того, что эти актеры сами не очень настроены работать в кино. Потому что почему-то, когда я был еще моложе, ходило такое вот у нас среди актеров поверье, что, мол, кино — это халтура, а настоящий актерский труд — это в театре. Да, он нам, наверное, везде ходит, не только среди актеров. Наверное. Но, поснимавшись в кино, у меня более 70 названий сериалов, где я снялся за всю жизнь. Я могу вам с уверенностью сказать, что кино — это не халтура. Оно может быть халтурой, если человек к этому так подходит. Но если ты подходишь к профессии серьезно, то это тоже сложный труд. Вот. Поэтому я сейчас уже не разделяю театр или кино, потому что я сюда прилетел прямо со съемочной площадки сериала для Первого канала, в котором я снимался. Как называется? Сериал называется «Клиника усыновления». И, наверное, съемки закончатся только летом следующего года. И в эфир он выйдет, наверное, к зиме следующего года. Вам, вы там доктор, нет? Я — нет. Я играю роль такого красавчика, который живет за счет женщин. Он их соблазняет, он их очаровывает, а потом разводит их на деньги. При чем здесь клиника усыновления? А она здесь ни при чем. Мой персонаж, он не имеет отношения к самой клинике. Он такой параллельный. А вы сами как относитесь к семье, к семейным ценностям, к традиционным ценностям, которые у нас сейчас популяризируются, в общем-то, не в очень хорошую сторону? Популяризируются не в очень хорошую сторону? Семейные ценности? Почему? Ну, семьи могут быть однополые и так далее. А, в этом смысле? Такой крин, на мой взгляд, это мое личное мнение, не очень такой крин приятный. Просто когда вы задали вопрос о семейных ценностях, у меня сразу пришло на ум классическая семья, где есть мужчина, где есть женщина, где есть дети. Желательно не один ребенок, а именно дети. Как говорят грузины, один ребенок — это не ребенок, два ребенка — это полребенка, а три ребенка — это ребенок. Поэтому, слава Богу, что мы стали возвращаться к семейным ценностям, повернулись туда, потому что семья — это как бы не банально это звучало, это основа общества, это ячейка общества. Это вот как в пчелином улье соты, и вот каждая отдельная семья — это вот маленькая сота, где происходит своя жизнь, свои радости и горести. А семья — это самое главное, это то, без чего, это твой причал, это твой тыл, куда ты всегда вернешься после тяжелого дня, где тебя помогут, где тебя выслушают и накормят и обогреют. Вот, поэтому я сам семейный человек, у меня жена и двое детей, и как бы я понимаю, что это тяжелый труд, с одной стороны, быть отцом, а с другой стороны, это необходимый труд. Это, наверное, самый правильный труд, который только и может быть, быть отцом семейства. Кстати, как реагируют дети? Папа в телевизоре, папа в театре, папа на гастролях, папа уехал, папа сегодня не видит. — Сначала они не придавали этому значения, когда были маленькие, потому что, ну, как бы, ну, они же выросли, когда уже было видео, когда были видеокамеры, когда были мобильные телефоны, где можно было снять картинку и тут же увидеть это. Это в моем поколении, когда еще не было интернета, не у всех были телевизоры, попасть в телевизор — это было что-то сногсшибательное. Эти дети современные, они уже привыкли сами себя снимать на видеокамеру и тут же смотреть. Поэтому, когда они видели папу в телевизоре, это не вызывало какого-то ажиотажа или шока, или там, вау, восторг такой. Ну, нормально, ну, папа, ну, работа у папы такая. А потом, когда сын приходит в школу, а ему одноклассники говорят, а мы вчера твоего папу видели по телевизору в таком-то сериале, это было здорово, он начал задумываться, блин, а чем же мой папа правда занимается? Что он делает? Кто он такой? Он стал задавать вопросы. Вот, и я ему стал отвечать, да, что у папы такая работа, связанная с публичностью, с узнаванием. Вот, хотя это не самоцель для меня, на самом деле, это просто, ну, сопутствующие товары актерской профессии. И вот теперь совершенно шкурный вопрос. Роль нужно учить? То есть заучивать, вызубривать весь текст полностью, или как? Хороший вопрос. Роль нужно, когда актеры репетируют роль, они ее не то, чтобы зубрят, это неправильное слово, они к ней привыкают, они к ней адаптируются в процессе репетиции. Конечно, сначала все актеры ходят с листиком и читают текст с листа. Но потом, когда по мере запоминания движений, переходов, психологических поворотов, ролей, ты запоминаешь роль не зубрежкой, а всем телом, вот всем своим существом, умом, душой, и телом, и на физическом плане тоже. Вот эти три составляющие, три компонента, они как раз запоминают роль на физическом плане, на духовном и на душевном. Поэтому в отдельных случаях, когда процесс требует скорости, приходится действительно сидеть с текстом и заучивать его. Но это все равно, ты его потом присваиваешь себе, ты его обживаешь. А выходить сложно обратно? Вот вы сейчас, сегодня вы тут такой вот будем, это был мой взгляд, это был безалаберный совершенно человек, который желает чужую жену. Да. Вот сложно выходить из роли. Вот буквально, вот позавчера вы в сериале, да? Да. Пользуетесь чужими деньгами, чем деньгами женщины. Да. Не сложно. Нет. Вы знаете, просто я привык давно в этой профессии, уже 20 лет. И раньше, да, было тяжело, когда только начинал. А потом, по мере роста опыта и профессионализма, я научился довольно быстро впрыгивать в это состояние, работать в нем, жить какой-то отрезок времени, а потом также быстро из этого выходить. Необходимо актеру уметь выходить из этого состояния, как бы глубоко он там не копнул в своей роли. Ну, это просто это говорит о психическом и психологическом здоровье человека. Надо уметь погружаться и вылезать. И еще такой вопрос касающийся семьи. Новый год. Совсем осталось буквально полмесяца. А вы наши российские завершающие гости. Увы, в этом году у нас уже таких гостей не будет. Следующих мы ждем только в следующем году. На Новый год что на столе? Вот Новый год с чем может быть с чем ассоциируется Новый год? Как у всех о любви селедку под шубой с металинами? Да. Я не буду в этом вопросе оригинален. У нас нету каких-то там устриц, что-то там еще. Ну, классический стандартный новогодний стол. И это-то и приятно. Именно этого и ждут, как ни странно, все. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Отварная картошка, красная рыба, оливье, мандарины. И хорошее настроение. Еще такой маленький вопрос на засыпку. А, шейный платочек действительно отбывчивый, гамана? А вот не скажу. Благодарю вас. И вам спасибо. Спасибо, Лена. Было очень приятно.